Барселона Действительно ли шестой номер Барса был ключевым игроком команды? Точнее сказать, был ли он самым ключевым, ведь рядом с ним играл Иньеста Бускес, не говоря уже о тренере Гвардиоле, который вывел на новый уровень футбол, что касается философии. Важно понимать, что Хави прошел очень долгий и очень сложный путь, прежде чем про него начали говорить как о легенде клуба, а это началось примерно к 28-29 годам. Гвардиола и Хави действительно нашли друг друга и каждый раскрыл каждого на максимум. Ошибочно полагать, что Хави в другом клубе был бы посредственным игроком, скорее наоборот, на то время все клубы мира до какого-то времени, включая и Барсу, еще и не могли представить, как можно использовать такого игрока с таким набором качеств для достижения результата, но в какой-то мере это не проблема самого Хави. Возвращаясь к Артуру и Пьяничу, с тех самых пор гегемоний каталонского клуба, сама модель игры Барселоны в один момент достигла пика и пошла на спад, проще говоря, остальные команды нашли противоядие. И сам Гвардиола ни в Баварии, ни в Манчестере не выстраивает конкретно такую игру, какую выстраивал Барселоне, он ее модернизировал в более современную версию, что логично и неизбежно. Теперь к чему такое долгое отступление от Артура Пьянича ко всему вышесказанному? Как думается новый Хави, то есть Артур, Барселоне сейчас не нужен по некоторым причинам. Кики Сетен пускай и играет во владение, или Тики Таку называйте, как хотите, но это уже не так эффективно само по себе, это раз, Сетен не может поставить такой футбол в идеальном смысле этого слова, это два. Когда приходят воспитанники из Ла-Массии с лучшим ее выпускником Хави, это одно, а когда ты набираешь футболистов из ней и пытаешься из этого выстроить тот самый футбол, это другое. Тогда другой вопрос, зачем Барселоне 30-летний Пьянич? Все согласятся, что этот игрок высочайшего класса, это футболист, который приходит здесь и сейчас делать результат. Ни для кого не секрет, что Месси уже доигрывает, ему сейчас ждать, пока подрастет следующее легендарное поколение Ла-Массии не к спеху, трофеи нужны сегодня. Более чем уверен, что Пьянич года два так точно сможет играть на высоком уровне и приносить больше пользы, чем тот же Артур. К тому же это хорошая подстраховка на позицию Бускетса, одну из ключевых в каталонском клубе. Подытоживая, в Барселоне в надежде для всех болельщиков зреют перемены, не на уровне локального трансфера, смены главного тренера, а нового президента. Во многом от результатов выборов будет зависеть дальнейшее будущее команды, поэтому всерьез задумываться о правильности такого перехода не стоит. Это слишком мелко, лучше переживать о том, кто будет у руля Блауграна в ближайшие годы, ведь от этого зависит, например, приход Хави, как главного тренера. Человека, который будет выстраивать команду, начиная с Ла-Массии, это куда важнее и глобальнее, чем Артур, Пьянич, Гризман и все остальные попытки вернуть былое величие Барселоне.